Второй этаж. Такой предбанник у меня, где какие-то элементарные станочки стоят. Ну, хранится тоже липа, деревяшки всякие какие-то, куча заготовок. Вот такой предбанник. Вот, собственно, мастерская в темноте. Может быть, так она интереснее будет смотреться. Вот, какие-то стеллажи с инструментами, с морозиками. Вот здесь у меня сидячее рабочее место. Ну, вот здесь, собственно говоря, стоячее. Здесь работа над большими работами. Это копир. Ну, вот теперь светло. Я люблю запах с утра, ходить в мастерскую, чувствовать этот запах. День начинаю обычно с ростовки печи, тем более, сегодня довольно прохладно. Я сегодня, как видно из названия, хочу день построить полностью в съемочном таком процессе. Показать, вообще, как проходит день мастер-резчиков по дереву. В принципе, основные цели сегодняшнего дня я уже вчера определил, то есть, чем я буду заниматься, примерно я уже знаю. День будет посвящен сувенирной продукции, поскольку Новый год, самое время. Ну, в принципе, это не зависит от времени года сувенирка. Это больше зависит от наличия времени и наличия других работ, более важных. Более важных, я считаю, это неконостасы, да, ну и что-то такое большое, объемное, какие-то большие заказы. Вот пока сейчас в пересменках, так сказать, ничего такого серьезного нету. Ну и самое время позаниматься какими-нибудь сувенирными вещами, тем более, это всегда актуально и всегда хорошо оплачиваемая продукция. Чаще, когда нету, нету работы такой основной. Лет десять назад такое представить было сложно. В основном были всегда все навалены. Ну да бог с ним. Сувенирка. Итак, в общем, сувенирная продукция, самое время сейчас этим заняться. Посмотрим подробнее, что я имел в виду под делать сувенирную продукцию. Вот у меня есть пакетик, в котором лежит упряжка Санта-Клауса с оленями. Она была в свое время заказана, но не выполнена в срок в связи с большим количеством основной работы. Нужно было выбирать, что-то решать, что более важное. В итоге я предложил заказчику немножко продлить сроки. Он, естественно, не согласился, потому что переживал, что вовремя не доставят в Америку. В конечном итоге я ее более-менее закончил, но не знаю, что делать дальше. Сейчас наша задача разобраться. Вот такая толпа оленей. И моя задача сегодня сделать какую-то удобоваримую, удобопродаваемую композицию. Вот 8 оленей я не буду, наверное, в ряд выставлять. А выставлю, наверное, сделаю упряжку из 2-3 оленей. Я не знаю, честно говоря, делать из 2-3 или 4 оленей. Вот сейчас нужно это все собрать, композицию. Наверное, так как-то это должно выглядеть. Тут какие-то миллиметры должны влиять, по идее. Во-первых, должен быть какой-то полукруг по стаменту. Сам должен быть полукругом. Соответственно, вот этого надо больше заворачивать, по идее. Здесь, чтобы было движение, хорошо будет до сюда его навести. Я вот расставил 7 оленей. Я не знаю, мне что-то хочется прям вот все 7 собрать. Не знаю почему. Восьмого не хочется ставить, потому что он как ни к селу, ни к городу. То есть на первом плане 3 оленя, а на заднем 4. Как раз по идее, по композиции так и должно быть. Не знаю, зачем они придумали 8 оленей в упряжке. Ну, хотя, с другой стороны, это же они придумали. Сахар класть не килограмм, а 900 грамм, чтобы сэкономить. Ну, вот мы тоже им сделаем вместо 8 оленей 7. Вот так, наверное. Хочется мне сделать всю упряжку полностью собрать, не знаю почему. Вот последний, да, он должен выше быть. Вообще, сам постамент я хочу выпилить и сделать с наклоном. То есть, допустим, 50-ка доска. Да, вот здесь 50. А здесь может быть где-то сантиметр. Чтобы наклончик такой вверх минимальный. Но пусть он будет, я думаю. Они, по идее, парами должны бежать. Получается, у одного пары не будет. Не знаю, насколько это критично. Вот такая упряжка должна получиться. Хорошо, все, я принял решение делать 7 упряжек, 7 оленей упряжки. Сначала лишнюю. Лишнюю убираю с постамента. Нужно сделать скос. Соответственно, вот эту плоскость я оставляю. А срезаю нижнюю часть. Для того, чтобы здесь была плоскость, в которой можно было ровно присобачить оленей. Сосновый пенечек. Сегодня как раз планировал съездить его заменить. Пока снег не выпал. Кстати, 28 декабря. 28 декабря и снега до спорта нет. С этим обстоятельством, я думаю, надо съездить в лес. Привезти оттуда хороший пенечек. Думаю, взять дубовый. Потому что он тяжелый, хороший, массивный, устойчивый. А, по-моему, это самое главное. Не факт, что он расколется. Да, я думаю, он и не расколется. Ну, есть же предубеждение, что дуб хрупкий. Но оно, в принципе, так и есть. Ну, а не думаю, что хуже, чем сосна. Как минимум, не хуже. Маточная вот елочка, откуда я беру черенки. Потому что, в принципе, люди, я знаю, укореняли. Так вот, укореняются черенки у елочки. Ну, там есть несколько хитростей. И, там, берется, если череночек берется, он берется с пяточкой. Посмотрите. Мы не будем сейчас точно объяснять, какая там пяточка. Значит, укоренители применяете. Да, ну, естественно, это весна. Нет. Нет. Использую уỏi. Ну. вот Тем временем 9 утра в Москве и пора завтракать. Вот мой завтрак. Собственно паёк. Вот видите, друзья, вот здесь щель, у неё может пролезть таракан. Так учил нас наш мастер Геннадий Алексеевич. В общем эту щель нужно убрать. Вот постамент в таком состоянии сейчас находится. Теперь моя задача определить, будет ли это Богородский классический постамент, либо его сделать в форме снега, то есть также закруглить все углы и сделать какой-то снег. Для этого я сейчас выставлю всех оленей и уже буду окончательно принимать решение. Вот, мне кажется, всё-таки такой строгий постамент гораздо более лучший, чем если бы я его сейчас как-то закруглил бы, там что-то под ватным таким сделал. Нет, я думаю строгий Богородский постамент. Беру, значит, его делаю по рядочке Богородский. Только собрался делать фасочку, вот эту классическую Богородскую, как вспомнил, что вчера я испортил себе ножик Богородский. А испортил я его на вот этой тамесочке. Делал ручку, дерево твёрдое и вот обрабатывал заднюю часть и покоцал весь ножик себе. Поэтому первая задача сейчас его подправить. Говори! Я не знаю, что говорить. Я не готовился. Я просто хотел прийти сюда и заставить вас слушать. Искрительно слушать, а не притворяться, как вы делаете обычно. Вы делаете ведьму, но вам не всё равно. Вы кривите свои рожи, пока мы тут поём и скажем перед вами. Для вас, мой всего лишь расходный материал. Они живые люди. Большие вы образцы, которые вы обожаете. Потому что вокруг плотная пасть. Даже не дайте настоящее. Зато мы искренне сочиняем образцы. Своё строительное расходы. Я не могу больше ничего. Ярлыки всегда на готове. Доброе плот. Увы, не абсолютное плохо и хорошо. Работает ножик. Одной проблемой меньше на сегодня. Уже хорошо. Снимаю сверху фасочку. Теперь добавляю декоративные порезки. Лет сто этого уже не делал. Руки помнят. Хотя штамеску вот так, не по-багродскому держу, по-моему. По идее, вот так надо делать. Ладно, это мелочь. Вот так, пожалуй, она будет выглядеть на постаменте. Композиция, в смысле, она. Вот. Теперь, моя задача, вот эти места, на которых стоят олени, и зафиксировать там на чопике, чтобы они уже четко стояли. А после... После будем делать упряжь. Поехали! Отлично! Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, пока возился с этой упряжкой, время подошло. В обеде на 12 часов уже. Всем приятного аппетита! Ну что, поели, теперь можно поспать. Я всегда так делаю. Друзья, выключите кто-нибудь камеру, а? Вставать неохота. Уже греется чайник. Пью чай и собираюсь съездить в лес. У меня там есть два дела. Нужно пенек выпилить зарубочный, привезти. И еще весной ездил, обнаружил в лесу можжевелое дерево, которое упало, завалилось. Целесообразно будет его забрать сюда, привезти. Для того, чтобы зимой позаниматься стамесочками. Мне нравится из можжевельника делать крышки для стамесок. Вот, и еще, может быть, на что-то пригодится. Так довольно-таки толстая веточка у него. Так что предлагаю вместе прогуляться в лесочек. Вот он, можжевельник. Просто гигантских размеров. Но, в принципе, он еще живой. Вот такой ствол у него. Ладошки не обхватить. Ну что, я, наверное, его не буду трогать. Потому что он живой. Пахнет хорошо. Вот он еще как-то растет. Все же его завалило так. Не знаю, наверное, вообще не буду его трогать. Даже ветку брать не буду. Буду следить за ним. Если какие-нибудь ветки будут засыхать, или этот ствол начнет совсем хереть, я тогда его, конечно, сперю. Ну, смотрите, какое огромное бревно можжевеловое. Ну, ладно, можжевельник. Ты прости, что я собирался тебя спилить. Я думал, ты совсем мертвый. Ну, ладно. Все, теперь, друзья, за пеньком. Можжевельник пока откладывается. Вот такой дубешник тут лежит. Остатки, точнее. Ну, то есть, вот моя рука. Теперь нужно посмотреть, откуда отпилить, определиться. Вот здесь, наверное, да, такой ширины как раз самое то. Если его взять. Упал, бедный. Этот дуб красавчик. И вот тут уже всех дербанят. Терзаю бедного. Я вот эти ветки на дрова собирал. Что-то в дело брал. Но пока у меня нет распилочного станка. Ленточного. Я его пока особо не запасаю. Но я думаю, древесина тут более чем качественная. По-моему, даже не особо выражено вот это кольцо, вымершее в 79 году. Ну, вот оно есть, конечно, его видно. Но в целом древесина качественная. Вот так вот он лежит возле речки. Такая речка. Поле. Зовут ее. Такие сосны над ней нависают. Вообще тут песочек везде. Дубы, сосенки. Красота. 40 сантиметров буду делать пенечек. Это как раз вот здесь. Можно, наверное, чуть поменьше. Пэйдзirdры. Голос. Попробуем. Пэйдз не прощается. На нем не виглядь. На нем нет. Такой пенётик шикарный получился, зарубочный. Просто красавец. Уже немножко подгнил в некоторых местах, а здесь сердцевина сочная, вкусная мякоть, красивая. Так, теперь этот пенётик будет у меня стоять в качестве зарубочного пенётика, друзья. Пенётик шикарный пенётик. Кстати, тут оказалось, в неё изделие упирается, и можно его упирать очень удобно. Это очень интересный эффект. Я даже почему-то за долгие годы работы об этом даже не думал, чтобы сделать эту дырку в пеньке, и она будет действовать в дополнительный упор. Да, просто замечательно. Он стоит, как скала. Как пенёк. Просто замечательно. Не знаю, насколько будет тупиться топор, попадая в дуб, но я думаю, не сильно, потому что он раздолбится, во-первых. А во-вторых, волокна-то идут вот так, в это направление. То есть он будет просто втыкаться. Я же не буду бить по пенёк волокон. Сейчас запах дуба в мастерской такой. Дубильные вещества пахнут. Круто. Теперь вернёмся к упряжке. Что касается упряжи, я планирую использовать вот этот корень лоха. Собственно, облепихи. Я их набрал. То есть облепиха даёт внизу побеги, для того, чтобы расплодиться побольше. Они крайне гибкие, поддаются любой деформации, пока они сырые. То есть я делаю какие-то из них штучки, такие заплетаю. Пока они сухие, сырые. А потом они высыхают и становятся твёрдыми, прочными. К сожалению, не успеваю сегодня сделать эту упряжку. Приходится переключаться срочно на другую работу. Поступил заказ на Трёх Дедов Морозов. Это срочный заказ. Сначала, получается, тебе приходят деньги. Если у тебя нет в наличии этого изделия, тебе нужно его срочно делать. И мне нужно сегодня сделать хотя бы одного Деда Мороза, чтобы отдать в роспись уже, чтобы работа пошла. Вот завтра уже остальные заканчивать. Поэтому срочно меняются планы, к сожалению или к счастью. В общем, так довольно-таки часто бывает. И ничего страшного, наверное, да? Рабочий процесс. Работа есть работа. Друзья, нужно делать, в общем, Дедов Морозов. Сначала его нужно откопировать. Чем я сейчас и займусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такие морозики получаются Вот такого мне нужно сегодня вырезать Здесь чуть-чуть не хватило мяса Но в целом задача этого копира Убрать лишнее мясо И как-то обозначить все эти направления Чтобы не нужно было рисовать карандашом Ничего такого Просто берешь самец, какую режешь Чем я сейчас займусь Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы уважаем их мнение Но если оно высказано Так что, господа дизлайкеры Имейте совесть Пишите комментарии По возможности делайте Делитесь нашим видео Делайте репосты Ваше внимание и поддержка максимально мотивирует Тем временем Дед Мороз заканчивается Дорезаю посох И на сегодняшний день Остается только одна задача Выполнить супружеский долг А именно потащить ножи домой Итоги дня Сделано меньше, чем планировал Но зато удалось сделать это видео Это более чем достойный результат Дня Сегодня, сейчас 7 вечера по Москве Время работы Вместе с обедом 12 часов И как говорил классик Художника может обидеть каждый А вот сделать репостовое видео Или написать комментарий Это не все могут Всем спасибо, друзья За просмотры Всем удачи Всем добра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok